Привет всем друзья! Сегодня с вами снова Владимир и сегодня специальный видеовыпуск для группы Visonic U-Path 7 и особенно это касается новых пользователей. Устройство вроде бы не молодое, но появляются новые подписчики, которые на страничке нашей группы задают одни и те же вопросы. Поэтому я собрал их в кучу, разделил этот видео выпуск на три части и давайте рассмотрим самые популярные и самые надоедливые вопросы, которые постоянно заселяют нашу систему. Итак, самое главное. Есть ли обновление под Android 4.0? Нет, оно отсутствует как вид. Также нет обновления на Android 2.3. Единственное, что вы можете сделать, это провести обновление на официальной прошивке от Visonic на версии Android 2.2.2, потому как в России по-прежнему имеются поставки с версией 2.2. Я, например, был обладателем именно такого планшета. Если же у вас на борту стоит обновлен Android, то я могу вас поздравить. Ваш планшет из новой ревизии. Как обстоят дела с кастомными прошивками под наш планшет? Это отдельная тема, она очень большая и у нас в принципе в группе в обсуждениях очень много советов, видео инструкций и просто текстовых инструкций по тому, как можно прошить наш планшет, какие прошивки можно прошить с токовую версию Android и в принципе необходимый весь софт и ссылки на него также прилагаются в описаниях каждой теме. Итак, на самом деле дела, как уже понятно, обстоят очень хорошо. Если вы хотите получить Android 4.0 или, например, Honeycomb, то самым лучшим вариантом будет обновление на кастомную прошивку CleanView Ice. Из особенностей стоит отметить портирование приложений четвертого Android, таких как новая галерея, Google Music и обновленный клиент YouTube, новый загрузочный экран и блокировка в стиле Ice Cream Sandwich. Также портирована графическая оболочка, то есть меню, внешний вид и прочее очень сильно старается быть похожим на четвертый Android. Мое мнение о прошивке – твердая четверка, особенно если учесть тот факт, что есть желание перейти на четвертый Android, ну физически это сделать, ну никак невозможно. Из минусов – желательно ставить прошивку на чистый планшет после восстановления заводских настроек, потому как очень много памяти будут занимать встроенные в прошивку приложения. Далее, если требуется просто стабильная, хорошая и качественная прошивка, то ваш очевидный выбор – это QWBR – самая лучшая прошивка под наш планшет на данный момент. Из плюсов – внимание, это поддержка Beats Audio, высокая скорость работы, все системные приложения от Google обновлены до последней версии и многие другие плюшки. От себя замечу, что это моя самая любимая прошивка и я ставлю твердую пятерку. Для тех, кто хочет оставить родную прошивку, но при этом желает получить максимум от своего планшета, лучше всего подойдет прошивка, сейчас внимание, название такое, EU U-Pad 7, так как она основана на стоковой прошивке версии 2.2.2, ну разумеется, самого последнего от U-Sonic. Кроме высокой производительности и стабильности, она ничего нового в систему планшета не вносит, то есть моя оценка 4 с минусом. И последнее – это Flintfire и Clean Viewpad 7. Первая, как и EU, Viewpad 7 старается сделать планшет более стабильным, но нововведений крайне мало, поэтому тройка. Ну а последняя представляет из себя обычный голый Viewpad 7. Без ничего, вырезан абсолютно весь ненужный софт от разработчика, обновлены программы от Google, клавиатура и прочее заменено на версии Android 2.3. То есть, если вы хотите получить Android 2.3, то это ваш явный выбор, поэтому все работает очень быстро, шустро, ну и это твердая пятерка. Из минуса для многих пользователей будет то, что последние две с русским языком не знакомы, но это решается с помощью приложения More Local 2. Я поставил себе кастомную прошивку, но сенсорный экран не реагирует на мои прикосновения. Что я сделал не так? Все дело в том, что существует две версии планшета Viewsonic и Pad 7. И отличаются они как раз сенсорным экраном. Один из них с IT, другой что-то более старое без вот этой вот функции IT, то есть без вот этого экрана. Так вот, основная проблема заключается в том, что драйвера для сенсорных экранов у обоих версий разные. Раньше не было возможности обновлять прошивку у второй ревизии планшетов Viewpad 7. Прошло какое-то время и в сети появились кастомные прошивки, адаптированные под обновленный сенсорный экран. Поэтому да, поменять прошивку у IT-версии планшета можно. На данный момент доступно 3 прошивки с поддержкой второй версии планшета. Это CleanView Eyes и Viewpad 7. Возможно, поддержка появилась на других прошивках, но как бы там ни было, следите за форумами и группой, так как прошивки по-прежнему обновляются и до сих пор дорабатываются, хотя прошло уже 3 года. Имеется ли поддержка Flash на нашем планшете? Да, запустить Flash можно. Для этого потребуется установить АПК-файл движка, портированный под архитектуру ARMv6. Ссылку на скачивание вы можете найти на страничке нашей группы ВКонтакте, либо прошиться на кастомную прошивку, и уже Flash в принципе там встроен в систему. Почему не работает камера в Скайпе? Она не должна работать, потому что процессор планшета не поддерживает технологию Скайп для видеозвонка. Попросту не хватает мощности ресурсов для запуска соответствующих служб в системе. Тогда возникает вопрос, для чего же тогда фронтальная камера? Как ни странно для видеозвонков, просто с помощью других приложений. Например, таких как Quick Video Connect. Причем стоит отметить, что это приложение от разработчиков Скайп, и сделано специально для устройства, которые обычно Скайп у себя на планшете и в телефонах не тянут. Поэтому да, вы можете делать звонки пользователям Скайп. Поэтому это самое явное решение проблемы с нерабочей камерой в Скайп на нашем планшете. Почему самопроизвольно срабатывают сенсорные клавиши и открывается клавиатура? Как уже было сказано, в первых версиях планшета наблюдалась такая проблема. Тогда компания ViewSonic начала выпускать планшеты с обновленным сенсорным экраном IT. Поэтому кто-то сталкивался с данной проблемой, а кого-то она обходит стороной. Это заводской брак, ViewSonic его признает. При желании вы можете обменять свой планшет то у магазина продавца, либо обратиться в сервисный центр. Но на самом деле проблема решается. Более того, если в вашем городе отсутствует официальный сервисный центр компании, или же у вас закончилась гарантия от магазина, вы можете решить проблему самостоятельно. Есть два варианта ее решения. Первый, самый простой, это откалибровать G-сенсор планшета и отключить виброотклик. Но в таком случае проблема рано или поздно снова даст о себе знать. Либо решить ее системно, путем редактирования файла qwerty.kl. Для этого потребуется права суперпользователя root, но после проблем исчезнет раз и навсегда. Подробная инструкция также на страницах нашей группы. И в принципе это первая половина. Самые популярные вопросы, которые уже достали всех и вся. Отдельное спасибо Максиму за то, что он составил для меня этот факт. Мне просто потребовалось прочитать все вот эти вопросы, ответы. И дальше в следующем выпуске будут такие ответы на вопросы, как почему заполняется текстовая память сообщения. На самом деле тоже все решается очень легко. Как подключить клавиатуру к нашему планшету и вообще что можно к нему подключить. Какие фильмы можно смотреть на нашем планшете. Как получить права суперпользователя и так далее и тому подобное. Спасибо, что слушали мой противный голос. Я поменял микрофон. Надеюсь, это исправило качество звука. Теперь у меня есть подставка. Все как у людей. Но в любом случае, надеюсь, вам понравилось. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Вступайте в группу. Всем успехов. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok